Всем привет! Сегодня вам покажу как вырастить кристалл из медного купороса в домашних условиях. Для выращивания кристалла нам понадобится 2 стакана, медный купорос, леска, ложка для размешивания, ткань, чтобы процедить раствор, перчатки и горячая вода. Медный купорос можно купить в любом цветочном или хозяйственном магазине. Для начала налейте горячую воду в стакан. Теперь в горячую воду насыпаем медный купорос и размешиваем. Медный купорос нужно добавлять, пока он не перестанет растворяться. Теперь процеживаем этот раствор в другой стакан. Теперь возьмите еще несколько крупинок медного купороса и добавьте его в процеженный раствор. Теперь накрываем раствор картоном и оставляем на сутки. Ставьте раствор на солнце, иначе вода будет быстро испаряться. Давайте посмотрим, что у нас получилось. На дне бокала стали образовываться кристаллы. Из этих кристаллов нам нужно выбрать самый большой. Нам послужит затравкой для выращивания большого кристалла. Теперь процеживаем наш раствор. Теперь из всех этих кристаллов нужно выбрать самый большой. Итак, был избран победитель. Теперь к этому кристаллу нужно привязать леску. Остальные кристаллики заливаем небольшим количеством горячей воды и размешиваем. Когда кристаллы растворились в воде, тоже процеживаем ее. При помощи лески мы закрепили наш кристалл на картонке. Теперь нам осталось только опустить кристалл в раствор. Длину лески нужно сделать такую, чтобы кристалл не касался ни стенок, ни дна стакана. Теперь убираем стакан на несколько месяцев в темное место. Сейчас я вам покажу, как наш кристалл вырос за 10 дней. Сейчас мы размешаем раствор и процедим в другой стакан. Принедельно с момента того, как мы начали выращивать кристалл. Процеживаем раствор и растим дальше. Если у вас раствор немного испарится и кристаллу будет не хватать пространства, добавьте немного воды и медного купороса. Кристалл значительно вырос. Размер примерно половины спичечного коробка. Всем привет! Прошло около двух месяцев, как мы поставили выращивать наш кристалл. И результат вы сейчас увидите. После того, как вы достанете кристалл, положите его на салфетку, чтобы он просох. Возьмите ножницы и отрежьте леску. Теперь его нужно покрыть двумя слоями бесцветного лака, чтобы он со временем не разрушался. После того, как вы покройте кристалл лаком, его можно будет брать руками. А теперь давайте рассмотрим кристалл при разных освещениях. Салфетка. Продолжение следует... nosso мисочек будет въезд. Добавляем Prophet. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока!